Начну начать с кейса Марсалека. Получается, что он был важным агентом российских спецслужб и сейчас благополучно скрывается в России. А известно, где и, в общем, что он может там делать? Ну, о том, что он скрывается в России, мы написали еще в 2020 году, в нашем первом расследовании, тоже с Кристианом Розеевым совместным. И тогда уже было понятно, что он каким-то образом контактирует с российскими спецслужбами, то есть, что они ему помогли выбраться в Россию. Но сейчас мы раскрыли вообще весь масштаб этого сотрудничества. Оказалось, что на самом деле все очень плохо. То есть, во-первых, использовались даже сотрудники австрийских спецслужб, работавшие на Марсалека, на его компанию, на него самого, для того, чтобы российские, соответственно, уже ФСБшники, ГРУшники пробивали информацию через этот доступ. Кроме того, ГРУ имел совместные проекты с Марсалеком в Ливии и в других регионах. То есть масштаб этого сотрудничества был достаточно большой. То есть он важный агент, это важное лицо в российской разведке, правильно? Ну, да, я не знаю, что можно назвать его агентом прямо, но это как бы человек, который добровольно, поскольку он просто адреналиновый наркоман, которому было скучно быть просто менеджером, ему хотелось совершить все эти политические дела, и он вот заключил такой союз с дьяволом, и ему самому это было нужно, потому что, опять же, когда вскрылось хищение двух миллиардов, ему дали паспорта, его спрятали, то есть ему, конечно, сотрудничество пригодилось. Ну и, конечно, оно было очень нужно российским спецслужбам. И потому что сама компания Wirecard — это миллиарды долларов, это возможность отмывать коррупционные деньги, возможность финансировать ЧВК в Африке и других регионах, но еще и потому что эта компания, конкретно Марсалек, это человек со связями в самых разных регионах, который вот в том числе использовал действующих и бывших сотрудников австрийских спецслужб для того, чтобы, ну, например, устраивать слежку за врагами Кремля. Вот для примера, на следующий день после выхода нашего расследования с Христа про отравление Навального в декабре 2020 года через Мартина Вайса, это как раз тот сотрудник австрийских спецслужб, работавший на Марсалека, была установлена слежка за Христа Грозевым в Вене. И понятно, что самому Марсалеку это было явно неинтересно, это было по заказу российских спецслужб. Ну, Роман говорил о Марсалеке, который бежал в Россию, а что происходит в обратном направлении? Ведь тот же Wall Street Journal писал, что сейчас происходит массовое внедрение агентов... Новых агентов, нового поколения. ...с потоком тех россиян, которые бегут от мобилизации, бегут от военной... Сходная ситуация была после чеченских войн, когда вместе с беженцами, вместе с теми, кто бежал от преследований, в Чечне в Европу попало и много кадыровцев. Насколько реально сейчас это вот новая угроза, что с потоком россиян, которые сейчас приезжают в европейские страны, сюда могут попасть и агенты российских спецслужб? Ну, мне кажется, эта угроза несколько преувеличена, потому что мы много слышали до этого, например, что после сирийской войны и волны сирийских беженцев тоже появятся в Европе сразу террористические ячейки, проникнут туда. Вот Германия как раз поняла тогда за один год больше миллиона беженцев, и что-то вот мы не видели никаких террористических ячейк, которые в Германии после этого образовалось. То есть это всё вопрос просто того, как происходит система фильтрации этих людей, как отсеивают неблагонадёжных, и это сделать, в принципе, несложно. То есть отличить обычного студента, который бежит от мобилизации... От агента? От сотрудников российских спецслужб. От агента, в принципе, довольно легко. Ну, по крайней мере, мы с Христос сделали бы это за полчаса. Я не знаю, насколько хватает ресурсов. А публикуете памятку? Я думаю, что... А публикуете памятку для спецслужб? Я думаю, что половина российских жюнестов-расследователей может это сделать. Поскольку сейчас все эти телеграм-боты с персональными данными российскими доступны, то, конечно, нет, всегда можно так очень здорово кого-то законспирировать, так, чтобы там долго лет кого-то... Много лет кого-то изображал, вот как мы видели на примере Жихарева, сотрудника поисковой части 29155 ГРУ, то есть диверсанты ГРУ, который много лет изображал из себя активиста, внедрялся сначала в Сахарский центр, оттуда в форму «Свободная Россия». Судя по всему, это была попытка покушения на Каспарова. И в таких случаях, конечно, сложно отвечать, потому что человек много лет посвящает созданию легенды. Но эти случаи совершенно единичны. Поэтому представить себе, что сейчас будет прямо волна сотрудников спецслужб, которых будет так сложно отличить и которые сейчас заполняют Европу, я думаю, что это невозможно. Но понятно, что Россия, конечно, будет пытаться заменить тех шпионов, которые выслали после высадки всех дипломатов. Мы знаем, например, о Болгарии, что после того, как из Болгарии были высланы десятки шпионов, буквально сразу после этого Россия пыталась в Болгарию новую партию шпионов заслать просто тупо по туристическим визам. Но их не пустили, их сразу вычислили. То есть, в принципе, попытки такие есть, но что они будут успешны, я в этом сильно сомневаюсь. Рома, скажи, пожалуйста, в принципе, после начала полномасштабной войны России против Украины вы следите за этой темой очень много. Шпионов стало больше, их стало как-то больше заметно, или их активность как-то изменилась. Можно какие-то тенденции уловить? Да, шпионов стало намного меньше, но их активность стала намного больше, потому что агрессивность России стала больше. То есть мы видим, что продолжаются отравления и отравления российских активистов, журналистов, и отравления самих же подельников, горушников, которые там становятся ненужными свидетелями. То есть стали действовать более открыто, жестко, нагло, но самих шпионов стало, конечно, намного меньше после того, как эти были масштабные высылки, во-первых. Во-вторых, мы видим, что те страны, где сквозь пальцы смотрели многие годы на российских шпионов, Болгария, Австрия, Чехия, они очень сильно активизировались. Это даже началось, на самом деле, немного до полномасштабного вторжения, но особенно после полномасштабного вторжения в Украину мотивация политическая следить за российскими шпионами сильно выросла, так что им орудовать стало гораздо сложнее. И особенно, конечно, кстати, это болезненно именно в тех странах, где Россия раньше дверь ногой открывала, типа Болгарии, где, ну, казалось бы, никто никогда не будет ими заниматься, это дружественная страна. А вот сейчас оказывается, что их там пачками скрывают либо напрямую агентов российских спецслужб, либо тех, кто, вот как в случае с Марсаликом, он нанимал каких-то людей, в том числе в Болгарии, которые на него работали, и вот их сейчас тоже массово арестовывают. Так что для российских спецслужб на самом деле очень тяжелые времена, но это не значит, что надо расслабляться всем, кто уехал в Европу, наоборот. И разговаривать по мобильному телефону из гостиниц. Не надо разговаривать по мобильному телефону, не надо анонсировать свои, если вы активист или журналист, который может представлять, может быть, мишенью, не надо анонсировать какие-то свои мероприятия сильно заранее. Ну, здесь много разных таких вещей. То есть мы видим, например, что у них, вероятно, была как минимум, может быть, и есть доступ к бронированию авиаперелетов, например. То есть это все, эти вещи к ним, те люди, которые считают, что они могут стать мишенями, то есть это не рядовые какие-то активисты, которые просто с плакатом выходят к посольству, организаторы активные. Или какие-то публичные персоны, которые много выступают. Да, ну и мы видим, кстати, что вот одно из отравлений, которое мы совсем недавно узнали, оно, правда, само по себе было уже несколько лет назад, но там персона была, в общем-то, не публичная. Но при этом довольно активно организовывавшая всякую движуху, тоже стал жертвой отравления. Так что здесь нет такого какого-то очень предсказуемого сценария, как вы попадаете в список чекистский, но в любом случае какая-то внимательность, осторожность не только к самому себе, к своим путешествиям и действиям, и к своему защите своего имейл-ящика, но и к людям, которые вокруг вас, в том числе про Жихарева, если мы говорим о таких людей, которые внедряются, они пользуются открытостью окружающих людей, выведывают информацию, и поэтому надо просто фильтровать свои общения, понимать, с кем вы общаетесь, какую информацию вы кому говорите, и если что, сразу сообщать, особенно если это какое-то отравление. Для нас, например, крайне важно, чтобы мы узнали об этом в первые же дни, когда мы можем сделать какие-то анализы крови и выявить яд. Если проходит хотя бы две недели, это уже становится бессмысленно. Поэтому все, кто считают, что они с чем-то столкнулись, пусть сообщают нам сразу и немедленно. Спасибо большое. Роман Тоброхотов, шеф-редактор издания «Инсайдер» был у нас на связи.